Если натуральное число имеет только два делителя, само себя, единицу, то его называют простым. Наименьшее простое число — это два, тройка тоже делится лишь на саму себя единичку, а вот дважды два — четыре, и это число составное. Из пяти квадратиков можно лишь составить прямоугольник со сторонами 5 и 1, а вот шесть квадратиков можно выстроить не только в один ряд, но еще прямоугольником 2 на 3. Интерес к простым числам появился еще в древности. Первые записи по теме, известные нам, относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. Древние египтяне знали толк в математике. В античные времена Евкли доказал, что простых чисел бесконечно много, а кроме того, у него было представление об основной теореме арифметики. Эртосфен, в свою очередь, придумал, или по крайней мере зафиксировал, алгоритт поиска простых чисел. Это очень крутая штука, называемая решетом эртосфена. Смотрите, сейчас мы быстро с его помощью определим в первой сотне натуральных чисел все простые. Единичка не является простым по определению. Двойка — первое простое. Вычеркиваем все числа, кратные ей, ведь они обязательно составные. Ну вот, кандидатов уже вдвое меньше. Берем следующее простое число — 3, вычеркиваем все числа, кратные трем. Заметьте, пятерка выбивает не так уж и много чисел, ведь многие уже оказались кратны двум или трем. Но что самое удивительное, наш алгоритт можно закончить на числе 7. Подумайте, почему это так? Если догадались, напишите в комментариях, на каком числе можно закончить процедуру при работе с первым десятком тысяч натуральных чисел. Итак, всего в первой сотне у нас оказалось 25 простых чисел. Хм, а сколько простых чисел в первой тысячи? Или, скажем, миллионе? Этот вопрос потревожил самые светлые умы человечества не на шутку. Никому тогда даром не нужна была практическая польза криптографии. Математика — это скорее разговор с Богом или, во всяком случае, один из способов его услышать. Ну а простые числа — это как в химии атомы и как в литературе алфавит. Ладно, ближе к теме, эстафету древнегреческих ученых спустя века принимает вся Европа, разрабатывает теорию чисел Пьер Ферма, огромный вклад вносит Леонард Эйлер, ну и, конечно, кем только не составляются огромные таблицы простых чисел. Однако закономерность появления наших особых номеров среди составных обнаружить не удается. И только лишь в конце 18-го века гауссом или жанром выдвигается предположение, что замечательнейшая функция π от х, которая подсчитывала бы количество простых чисел, меньших либо равных действительному числу х. Устроено следующим образом. π от х равно х, деленный на логриф натуральный того же самого х. Кстати, у нас в первой сотне сколько чисел оказалось простых? 25, правильно? Даже для таких малых значений функция выдает на выходе адекватный к истине результат, хотя речь скорее о пределе отношения π от х и х на натуральный логриф х. На бесконечности он равен единице. Вот это утверждение и есть рема о распределении простых чисел. Существенный вклад в ее доказательства внес наш соотечественник Пафнутий Львович Чебышов. А покончить с темой целиком можно было бы, сообщив вам напоследок, что эта тюрема была доказана независимо Жаком Адамаром и Вале Пуассеном еще в 1896 году. Ага, если бы не одно «но». В своих рассуждениях они опирались на тезис одного знаменитого коллеги-предшественника. И этим ученым, с учетом того, что Эйнштейн еще не родился, был Берхард Римман. Вот вам кадр с оригиналом рукописи Риммана. Знаете, почему именно с этой темы он выступил? Причина стара, как наша образовательная система. Простыми числами занимался научный руководитель Риммана, Карл Фридрих Гаусс, король математики, между прочим. Вот здесь старая печатная версия доклада на немецком. Мне посчастливилось найти русский перевод, но даже стряхнув с него пыль, некоторые формулы трудно разглядеть. Поэтому мы воспользуемся английским вариантом. Смотрим! Берхард отталкивается от результата Фейлера. Справа, с помощью заглавной греческой буквы сигма, записана сумма всех натуральных чисел, а слева, посредством заглавной и не менее греческой буквы пи, обозначено произведение, при том малая буква п пробегает все простые числа. Это очень красивое соотношение, призадумайтесь! Далее вводятся z-функции и развиваются идеи, связанные с ней, а затем повествование посредством тернистой дороги математического анализа идет к заявленной тереме о распределении простых чисел, хотя и несколько с другого ракурса. А теперь взглянем сюда, уравнение, в котором слева кси-функция, тесно связанная с z, а справа нолик. Римман пишет, вероятно, все нули кси-функции действительные, во всяком случае было бы желательно найти строгое доказательство этого предложения. Затем добавляет, что после нескольких напрасных, не очень настойчивых попыток разыскать таковое, он временно от них отказался, так как для дальнейшей цели в этом надобности нет. Ну вот, так и родилась гипотеза Риммана. На современный лад и со всеми уточнениями она звучит следующим образом. Все нетривиальные нули z-функции имеют действительную часть, равную одной второй. Есть, конечно, и другие эквивалентные формулировки. В 1900 году Дэвид Гильберт включил гипотезу Риммана в знаменитый список 23 нерешенных проблем. Кстати, вам не кажется странным, что Гильберт работал на той же кафедре Геттингенского университета, что и Римман в свое время? Если это было проявление землячества, то с чистой совестью еще раз добавляю сюда последовательно кадры Березки и Чебушева. Отлично! Можем двигаться дальше. В 2000 году институт Клея включил гипотезу Риммана в список семи открытых проблем тысячелетия, и теперь за ее решение полагается 10 в шестой степени долларов. Да, понимаю, что вас, настоящих математиков, деньги не сильно манят, но все-таки это хороший повод осознать суть гипотезы Риммана. Поехали! Все очень легко и понятно, во всяком случае, было таковым для Риммана. Вот z-та функция в явном виде. Как и всегда, мы смогли бы увидеть нули функции, если бы нарисовали ее график. Ладно, попробуем это сделать. Если взять вместо аргумента s двоечку, получим знаменитую базельскую проблему. Нужно будет вычислить сумму ряда обратных квадратов. Но это не беда, с задачей давным-давно справился Эйлер, ему сразу стало очевидно, что эта сумма равна π в квадрате на шесть. Хорошо, тогда возьмем s равное 4, а, впрочем, Эйлер посчитал и это. Очевидно, π в четвертый на 90. В общем, вы уже поняли, кто посчитал значение зета-функции в точках 6, 8, 10 и так далее. Так, а это что такое? Зета-функция Риммана от единички? Давайте посмотрим. А, так это же гармонический ряд! Итак, как вы думаете, чему равна сумма вот такого вот ряда? Слагаемые маленькие-маленькие, но все-таки побольше, чем в ряде обратных квадратов, правда? Кликните паузу, подумайте немного и дайте ваше оценочное значение. Но сколько здесь? Два? Или может быть три? Барабанная дробь? Гармонический ряд расходится. В бесконечность улетает эта сумма, понимаете, нет? Вот смотрите, берем ряд, у которого каждый из слагаемых не превосходит соответствующих членов гармонического ряда. И видим, одна вторая, затем еще одна вторая, снова одна вторая и так далее до бесконечности. Это я к чему клоню-то, зета-функция от единички не определена. Ну что ж, теперь кажется понятно, как выглядит график зеты. Одно только непонятно, где же нулит зета-функции? Ну покажите мне, где нетривиальный нулит зета-функции? А еще действительная часть равна одной второй. Ведь если мы возьмем аргументом зета-функции одну вторую, то все члены полученного ряда будут не меньше гармонического, а значит, грусть, расходимость, бесконечность. То есть вообще при любом действительном s меньшем или равном единице ряд расходится, и уж конечно при s равном минус единице зета предстанет суммой всех натуральных чисел и не поравняется ни с каким конкретным числом. Ага, есть только одно но. Если попросить моего смекалистого дружка вычислить зета-функцию в точке минус один, то он, будучи бездушной железякой, выдает значение минус одна двенадцатая. Да и вообще, зета у него определена для любых аргументов, кроме единички. Притом и нули достигаются, смотрите, в четных отрицательных значениях. Да, приехали. С чем же все это может быть связано? О, хорошо, что под рукой есть учебник по теории функций комплексного переменного, тут наверняка найдется ответ. Так и есть, так и есть, оказывается, у некоторых функций есть аналитическое продолжение. Речь идет о функциях, которые дифференцируются сколь угодно много раз, в ряд Тейлора раскладываются, помните такие, они имеют продолжение в виде некоторой другой функции, кстати говоря, единственной. И в частности, нашу родную зета-функцию для действительного аргумента, коль скоро под все условия она подходит, можно расширить на всю комплексную плоскость по принципу аналитического продолжения. И Римман с этим справился на ура! Сразу скажу, что всевозможные значения комплексного аргумента можно было бы изобразить только на плоскости. Но если аргумент пробегает точки плоскости, то как изобразить значение функции? На плоскости можно ограничиться нулями функций, а можно на вооружение взять третье измерение, хотя по-хорошему для зета их нужно четыре. Ну а еще можно попробовать использовать свет, смотрите сами. По оси абсцисс откладывается действительная часть аргумента, а по оси ординат мнимая. Ну что ж, теперь держите ухо востро! Все нетривиальные нули зета-функции имеют действительную часть, равную одной второй. Тут уж и сказке конец, а кто слушал — молодец! Домашнее задание — доказать или опровергнуть гипотезу Риммана. И не вздумайте списывать УАТИ, мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо! КОНЕЦ Ну, АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok